День гражданской обороны. Специалисты пожарной части номер один решили посвятить популяризации своей профессии и пригласили к себе учеников 75-й школы. К встрече гостей приготовились основательно, выстроив технику и специальное оборудование, без которых пожарные не пойдут ни в огонь, ни в воду. Все это проводится мероприятие для проявления интереса учащихся к нашей службе, то есть гражданской защите. Также здесь, как вы сами наблюдаете, построена и расстановлена пожарная техника, разложено пожаротехническое вооружение, стволы, рукава, краги, все остальное, то, что принадлежит пожарной технике, все было это показано, подробно рассказано. Много из представленного школьники видели только в фильмах, но сегодня оборудование борцов с огнем можно было не только увидеть своими глазами, но и потрогать. Показ каждого экспоната сопровождался подробным рассказом, как и где это оборудование можно применять. Этот аппарат типа драгер, здесь находится сжатый воздух для пожарных подразделений. Он аппарат для непригодного для дыхания среды. Вот эта маска для него приходит. Эта маска у каждого свой индивидуальный. У каждого индивидуальный для защиты органов дыхания. Кульминацией экскурсии стал подъем на пожарной лестнице на высоту 12 этажа. По такой лестнице проходит эвакуация людей с верхних этажей высоток. Как говорят школьники, сегодня на профессию пожарных они взглянули другими глазами. Пожарник тянет. Мы много раз видели, как тушат пожар и спасают людей, но не думали, что это такая тяжелая работа. Когда мы поднимались сверх по лестнице, пожарные рассказывали, что даже по такой лестнице людей эвакуировать очень трудно. Бывают люди в нетрезвом состоянии, чтобы их удержать, нужны большие усилия. И мы поняли, что работа пожарных не только опасная, но и очень ответственная. И мы еще больше стали их уважать. В заключении встречи специалисты части напомнили детям о правилах противопожарной безопасности. И пообещали, что еще не раз пригласят их в гости. Даня Архудайбергенов, Рильдар Жунусканов, Гельшот Адашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».